Кассета пятая На столе лежали карандаши и бумага. Один лист бумаги сам всунулся мне в руку, и азбука сказала, вероятно, посредством стуков в стол, что я должен его передать Юму. На нем было написано «Любите ее всегда, Энн Кроль». Почерк был совершенно схож с почерком матери, мадемуазель Юм, и мы его сравнивали с ее письмами. Очень слабый голос послышался во время игры на фортепиано. Стук сильный, точно удары молота послышался в столе под руками Боткина. Подушка упала мне на голову. Что меня больше всего убедило, если бы я не верил, это руки, которые я чувствовал, которые жали мои руки, хлопали по моим рукам, и которые таяли, когда я хотел их уловить. Холодный ветер дул очень чувствительно вокруг нас. Мы почувствовали ароматы, а у Юма после сеанса руки горели, и слезы лились из его глаз. Жена его и он постоянно видели звезду на одном из стульев, но я не видел ее. Видимые руки скользили около окна, слабо освещенного газом снаружи. Рассказ графа напоминает нам слышанное много лет тому назад от одной иностранки, француженки или англичанки, теперь не припомним, которая провела несколько месяцев у толстых в их пустынке. Очень заинтересовали ее замеченные ею на потолке высокой зала деревенского дома несколько написанных карандашом слов. Что за фантазия думалась ей? Представлять лестницу, писать и затем, что это означает. Любопытство ее так разыгралось, что она решила наконец спросить графиню, как и кем было это сделано. — Юмом, — ответила графиня, — когда он гостил у нас. В один из сеансов, впав в транс, то есть в медиумический сон, Юм поднялся кверху и стал летать по комнате над нашими головами. Потом спустился, взял со стола карандаш и, поднявшись до потолка, написал нам на память эти несколько слов. Приложение Краткая история спиритизма Под спиритизмом вообще, разумеется, методическое производство опыта с целью вызвать некоторые чрезвычайные явления и вступить в сношение с душами умерших, которые признаются причиной этих явлений. В тесном и собственном смысле спиритизм есть религиозно-философское учение о неведомых доселе тайнах загробной жизни и мирового бытия, основанное на существовании проявлений и наставлении духов. Как учение, духосообщенное, откровенное свыше, спиритизм усвояет в себе высокую провиденциальную задачу для будущести человечества, обещает ослабить влияние материализма и произвести блестящую эпоху для развития науки. Он хочет просветить человечество новым откровением, побороть в нем зло и возродить к добру, морализовать род человеческий и вторичный, искупить его от обладания злого духа. Будучи проникнут реформаторскими стремлениями, он называет себя новой мировой религией, третьим откровением закона Божия. Современный спиритизм невнезапно возник в мире. Уже в древние времена были известны разного рода волхвования, с которыми спиритизм имеет много общего. Так, древним вавилонянам похвольственным были известны факты материализации духов, появлявшихся в дыму жертвенного огня. У греков, по свидетельству Павзания, были особые святилища для вызывания душ умерших, некромантионы. По свидетельству Анастасии Никейского, Симон Волх заставлял двигаться статуи, бросался в пламя и не горел. Летал по воздуху, превращался в змея. Мебель в его доме двигалась сама собою. Еще более чудесные рассказы передаются об Аполлоне и Тианском. По свидетельству Тортулиана, в древности также были известны вертящиеся и отвечающие столы. Обаятели, вызывавшие духов, строго обличаются в Ветхом Завете. Второзаконие 18.9.12 Современные спириты только воскресили забытые на многие века древние способы вызывания мертвых и сообщили новый характер в своей доктрине, преобразовавший ее применительно к христианским воззрениям. Ближайшим предшественником нового спиритизма, определившим его главные моменты, был животный магнетизм или месмеризм. В 1775 году венский врач месмер провозгласил открытие новой, да то ли неведомой миру, чисто физической силы, таинственно действующей во всей природе, особенно в человеке. Эта сила названа им магнетическим флюидом. Управляя этой силой и влияя на нее свою волею, человек по убеждениям месмера может вызывать многие необычайные явления. Произведенные затем самим месмером его учениками опыта магнетизирования и усыпления нервозных личностей обнаружили у них некоторые необычайные способности, как то видеть внутри своего организма, а равно на огромном расстоянии, предметы, писать с закрытыми глазами, читать сокровенные мысли магнетизера, проникать в тайны прошедшего и будущего, угадывать болезни, свои и чужие, и узнавать целебные средства против них и тому подобное. Повсеместное распространение теории месмера вызвало за собой целый ряд новых наблюдений. Многие писатели, особенно Юстин Кернер, Баадер, Мейер, Кизер, повествуют, что в присутствии некоторых нервозных личностей происходили сами собой многие необычайные явления, слышали звуки и тоны, совершенно непонятные по своему происхождению, раздавались стуки как бы от ходьбы многих людей в деревянных башмаках или от падения камней, наблюдалось самопроизвольное движение материальных предметов, главным образом мебели, слышалось дрожание оконных стекол, звон бросаемых металлических вещей или разбитых зеркал, иногда появлялись светящиеся фигуры у постели больных. В этом отношении особенно замечательно ясновидящие из приворста, в присутствии которой металлические вещи плыли по воздуху, то направляясь к ней, то удаляясь и исчезая. При погружении в магнетический сон, она беседовала с духами, которые открывали ей, что делается вдали, а равно сообщали тайны прошедшего и будущего. Реальность большинства указанных здесь фактов удостоверена автором жизни Иисуса Штраусом Давидом в его рецензии на книгу Юстины Кернера об ясновидящей из приворста. Замечательно и то, что непонятные по своему происхождению стойки условленным количеством ударов удачно отвечали на вопросы не только высказанные, но и задуманные присутствующими наблюдателями явлений. В большей части рассказов таинственные манифестации, обличающие присутствие в них какой-то разумной и целесообразно действующей силы, были связаны с определенным местом, а иногда напротив с известными личностями, преимущественно женского пола, частью в детском возрасте. В то время как одни исследователи натур-философы причину этих явлений полагали в непонятном интеллектуальном принципе, отождествленном ими с бессознательной духовной жизнью нервозных личностей, превращавших при помощи магнетического флюида психические акты в физические явления, другие мистики полагали ее в действиях духов, так Сент-Мартен 1743-803, Лафатер 1741-801, Шардель, умерший в 1826 и другие, видели в состояниях сомнамбулизма и ясновидения, вызванных магнетизированием, действия небесных духов или же души человека, вошедшей в общение с мировым духовным, с миром. В самом организме, сомнамбул в частности, в магнетическом флюиде, они видели средства для вызова духов. В 20-х годах настоящего столетия магнитная жидкость была признана многими мыслителями оболочкой души, невидимым духовным телом. Поэтому во зрении душа в состоянии магнетического сна выходит из тела, облеченная как бы светоносным покрывалом, и вступает в общение с духами, которое и производит через сомнамбул необычайное явление. Таким образом, в самой человеческой природе была найдена дверь для выхода в таинственный мир и для общения с ним. На этой почве, подготовленной Мессмером, в части теориями Сведенборга и Юнга Штюринга, развелось мистическое движение, известное под именем спиритизма. Первоначальной родиной современного спиритизма признается Северная Америка. Здесь, в марте 1848 года, в Нью-Йоркском штате, в селении Гайдесвиль, в одном беспокойном доме, только что занятом семейством гражданина Фокса, под влиянием какой-то таинственной силы стали слышаться стуки разного рода, и скрип в стенах. Обитатели дома, недоумевая о причинах загадочных явлений, начали предлагать таинственной силе вопросы, и посредством условленного числа ударов обнаружилось, что стуки происходят по действию духа прежнего хозяина дома. Дух сообщил при этом, что он принадлежит убитому человеку, имевшему 31 год, и что тело его зарыто в этом доме. Произведенные затем раскопки ничего не обнаружили, и только по возобновлению их через полгода, по рассказам самих спиритов, найдены были в указанном месте человеческие кости. Немного спустя было обнаружено, что и во многих других домах в разных городах, в присутствии некоторых личностей, названных впоследствии медиумами, происходили подобные же стуки, а рано наблюдалось движение домашней мебели и других предметов. Прошло не более четырех лет, как манифестации духов стали всеобщими. Духи стучали, двигали мебель и некоторые домашние приборы, играли на музыкальных инструментах, поднимали людей на воздух во всех уголках североамериканских Соединенных Штатов. Так как причина этих явлений полагалась в действиях духов, то и самые явления были названы спиритическими. Скоро найдены были средства экспериментально вызывать при посредстве медиумов необычайные явления и вступать в переговоры с духами. Некоторым наблюдателям этих явлений пришла счастливая мысль скомбинировать буквы алфаэта по числу таинственных стуков. Получился рот духовного телеграфа, и таинственные существа могли беседовать с присутствующими. При этом особенно употребительными оказались свертящиеся и гадательные столы. Но так как этот способ переговоров с духами был все-таки довольно затруднителен, то не замедлило последовать упрощению при помощи аппарата, названного психографом. Стержень последнего, укрепленной на дощечке, двигаясь при наложении рук по кругу, указывал определенные буквы, из коих слагались ответы духов. Независимо от этого откровения, духов получались при помощи карандаша, прикрепленного к ножке, стулах, к корзинке или к дощечке, которые, двигаясь при наложении рук, заставляли карандаш писать. Скоро карандаш перешел в руку самого спирита медиума, и через это духи оказались более говорливыми и умственно производительными. Вместе с тем интерес к производству опытов и к переговорам с духами распространился эпидемически. Уже в 1852 году в Соединенных Штатах насчитывалось до 30 тысяч медиумов и несколько миллионов убежденных спиритов. Пояснение. Нашлись, однако, и скептики, которые, не решаясь отрицать реальности необычайных явлений, смущались относительно их подлинной причины. Они-то в составе 14 тысяч человек подали в 1852 году Федеральный Конгресс Североамериканского Союза адрес с просьбой о научном разъяснении необычайных явлений. Ввиду новости самых явлений просьба эта не могла быть удовлетворена. Некоторые медиумы печатали свои адреса и часы сеансов в газетах наряду с торговыми объявлениями, а некоторые имели даже вывески. С течением времени стали обнаруживаться новые явления. На листах бумаги, положенных по требованию духов, в темном месте стали появляться изречения и афоризмы, иногда за подписью духов. Тяжелые предметы то двигались, то поднимались и опускались сами собою. В темных залах замечались искры, сияние различных форм и перемененных цветов, переменных. А рано слышались то громкие удары, то гармонические звуки музыкальных инструментов. Между медиумами появляются психомантические ораторы, при посредствии которых духи свободнее могли удовлетворить желание смертным, называя себя разными громкими именами. Так сам, будто бы апостол Павел внятно читал свои послания, с обширными на них комментариями. Евангелисты дополняли недосказанное в их письменных евангелиях и примирялись в своих мнимых разногласиях. Отцы церкви вели свои беседы по истолкованию священного писания. Сведенборг произносил мистические и вдохновенные речи. Шекспир, Байрон, Шенье и другие поэты превосходно декламировали свои произведения. Произносимые духами слова раздавались где-либо в воздухе или над самым ухом слушателей, при посредствии, однако, гортани медиума. Из Америки стерепизм почти одновременно распространился в Англии, Франции и Германии, выразившись сначала в форме духостучания и столоверчения, а позже в форме столописания и непосредственных духосообщений. Самые выдающиеся люди науки, как, например, Араго, Фарадей, Киндаль, Шеврель, Фламарион, Физик Диа Морган, Химики, Крукс и Гюйгенс, ученые Варлей и Кокс, сотрудник Дарвина Олес, писатели Текерре и Тролом, обратились к изучению спиритических явлений, после чего многие из них стали убежденными спиритами. Не замерили ли также образоваться в Западной Европе многочисленные ассоциации и общества с корифеями науки во главе, воспоставившие свои задачи исследования спиритических фактов. Главнейшие из них Диалектическое общество в Лондоне, ученое общество для психических исследований в Париже, общество трансцендентальной физики, психологии в Берлине и другие. Год появления спиритизма в России за недостатком данных нельзя указать с точностью. Можно, однако, думать, что спиритизм стал у нас известен одновременно с появлением его на Западе, при том в довольно сложной форме. Уже в 1853 году митрополит Филарет обличал стола гадания, как дело преступное и языческое. Профессор Бутлеров сообщает, что ему в 1854 году случилось быть под Москвой в одном известном и уважаемом семействе, где он встретился впервые с одним из сложных медиумических явлений. По свидетельству профессора Вагнера в 50-х годах разговоры с духами сильно интересовали нашу публику, вызывая постоянные занятия психографией. Спиритические экзерции сделались приятным и модным препровождением времени для легковерных людей не только в столицах, но и в провинции. В последней, даже в большей степени. Так по Вагнеру медиумические сеансы происходили в 1853 году в Херсоне, Воронеже, Уфе и других городах, где ими увлекались лисы, видные по своему общественному положению. Пробуждение серьезного интереса к спиритизму относится к началу 60-х годов, когда на стороне спиритизма оказались такие серьезные ученые, как автор, толково-словаря, писатель Даль, профессор Юркевич, известный математик и академик Астроградский и другие. В это же время глава русского спиритического движения Ал. П. Аксаков предпринял ряд популярно-научных статей с целью ознакомления русской публики с спиритическим движением и привлечения сочувствия к нему. Даль изредка помогала ему в переводах спиритических сочинений. Юркевич, внимательно изучавший сочинения американского мистика спирита Дэвиса, хлопотал, хотя и безуспешно, об устранении цензурных препятствий к обнародованию трудов Аксакова. Однако литература и научная популяризация спиритизма, несмотря на все хлопоты Аксакова, не удалась. После чего он перенес свою деятельность в Германию, где и издает с 1874 года журнал «Психиша Штудин». Значительное оживление в области спиритического движения начинается со времени прибытия в Россию знаменитого медиума Дан Юма. Первый раз он был в Санкт-Петербурге в 1858 году, где и женился на сестре одной русской графини. Спиритическая литература у Перти, Вагнера и других сообщает о нем много удивительных фактов. Еще будучи дитятей, он разговаривал с духами, часто слышал небесную музыку, его колыбель качалась сама собою, и его игрушки сами приближались к нему. Во время своих путешествий по разным государствам он приводил в изумление самых ярых скептиков необычайными явлениями, происходившими в его присутствии. В 1870 году Юм даст в Санкт-Петербурге три сеанса перед ученой комиссии, собранной для исследования происходящих в его присутствии явлений. Эти сеансы не привели к положительным результатам. Явления большей части не удавались, и комиссия должна была разойтись, не узнавши ничего существенно важного о смысле и характере явлений. Однако сеансы Юма дали толчок к движению и вызвали в публике увлечение спиритизмом. В начале 1972 года Юм снова прибыл в Россию и давал сеансы в присутствии Аксаковой, профессора Санкт-Петербургского университета Бутлерова и Вагнера, а равно приезжавшего из Москвы профессора Юркевича. После этого Бутлера и Вагнер, оба выдающиеся ученые, стали не только ревностными прозелитами, но и влиятельными распространителями нового учения. Они немедленно сообщили в целом ряде статей о своих наблюдениях в области медиумизма. Сообщения их, особенно Вагнера, произвели большой эффект в публике и вызвали остроумные и меткие нападки фильетонной печати, оживленные полемику на страницах духовных и светских журналов и в спиритических кружках самые сангвинические ожидания. В начале 75-го года прибыл в России медиум Брэдив и в течение нескольких месяцев давал в Санкт-Петербурге сеансы, на которых присутствовали Вагнер и Аксаков. Эти сеансы часто посещались Бутлеровым, Полонским, Себриковы и другими известными лицами. По рассказам Вагнера, необразованный и невежественный француз Брэдив на своих сеансах произносил целые фразы из творений Гёте и других незнакомых ему авторов, а раз на вопрос одного из участников сеанса ответил строфой философских стихов Гёте, которая касалась самых тонких психологических движений совопросника, совершенно неизвестных медиуму. На сеансах был вызываем дух Шопенгауэра и других великих людей. Так как спиритизм все более привлекал к себе внимание общество, вызывая не только любопытство, но и увлечение, то в том же 1975 году физическое общество при Санкт-Петербургском университете по инициативе профессора Менделеева признало необходимым занятие изучением спиритических явлений. А.Н. Аксаков любезно предложил свои услуги по организации явлений. Им были приглашены три английских медиума братья Петти и госпожа Клайер. В состав ученой комиссии, открывшей свои занятия под председательством Менделеева, вошли Петрушевский, Краевич, Квитко, Мясоедов, Фандерфлиц, Вагнер, Бутверов, Аксаков и другие. Несмотря на точное соблюдение комиссии, предъявленных медиумами условий, нередко диспотически подавлявших свободу исследования, сеансы шли неудачно, и комиссия большинством голосов пришла к отрицательным результатам. Спиритические явления она признала результатом бессознательных мышечных движений участников сеанса, части сознательного обмана медиумов, а сам и спиритизм назвала суеверием. Это заключение ученой комиссии не ослабило спиритического движения. Среди членов комиссии некоторые, Бутлера и Вагнер, остались при своем мнении относительно реальности явлений и пытались выяснить их факторы, а Аксаков предпринял полемику против заключения комиссии. Новому оживлению спиритического движения содействовали сеансы американского медиума господина Слэда, данные в Санкт-Петербурге в 1878 году. Интерес к спиритизму и влечения им продолжались и в 80-х годах, что и дало повод русским спиритам ходатайствовать в 1881 году об основании так называемого спиритуалистического общества для исследования медиумических явлений. это ходатайство не увенчалось успехом. Прибытие в Санкт-Петербург в 1886 году медиума Эглинтона еще раз на время оживило спиритическое движение. После этого замечается ослабление интереса к спиритизму, хотя еще в 93-м году профессор Вагнер на страницах нового времени защищал спиритизм, чем и вызвало обмен мнений в литературе. В 94-м году медиум Самбор давал сеансы в Санкт-Петербурге, но уже не имел успеха своих предшественников. О сеансах того же Самбора, данных в январе текущего года в Санкт-Петербурге, своевременно сообщалось в газетах. О состоянии спиритизма в наши дни можно судить на основании сообщений журнала Ребус, по которым спиритические сеансы регулярно происходят в Варшаве, Тифлисе и других городах, хотя, как кажется, ограничиваются незначительными кружками. Кроме того, рассказы о разных привидениях и призраках, двойниках, явлениях умерших и беспокойных домах, в которых происходят самопроизвольные медиумические явления, служат любимой темой для разговоров в обществе и материалом для литературных произведений. Во многих городах и селениях часто указываются дома, подверженные таинственным явлениям, которые большей части приписываются душам умерших. Отсюда ясно, что спиритизм, хотя и ослабел в наши дни, но не заглох окончательно и снова может дать почувствовать свое существование. Медиумизм в научных трудах по психологии Медленным, но твердым шагом медиумизм идет вперед и занимает место в ряду научных вопросов. Стародавнее явление, известное под именем одержание, стало поддаваться научному исследованию со времени открытия искусственного сомнамбулизма и изменения личности, наступающих в магнетическом сне. Оно уже давно описывалось и изучалось с магнетизерами, но их и слушать не хотели. Еще менее хотели слушать об этих изменениях, наступающих в медиумическом трансе. Гипнотизм круто повернул дело. Автоматическое письмо, автоматическая речь стали изучаться как явление раздвоения личности. Известный американский психолог, профессор Гарвардского университета Уильям Дженс в капитальном своем труде «Основы психологии», появившемся в 90-м году и обратившем на себя особенное внимание компетентных критиков, отводит особую рубрику имидеумезму или одержанию в главе о личности и ее изменениях. По нашему личному мнению, медиумезм и одержание далеко не одно и то же. Одержание принято относить к злому духу как причине. Медиумезм есть особая еще не исследованная достаточно форма раздвоения личности человека. Священник Григорий Диченко Говоря о различных степенях раздвоения личности он прибавляет на основании многих наблюдений над одним медиумом говорящим в трансе я лично убедился что одержащая личность контроль может быть совершенно отлично от сознательного я медиума в бодрственном его состоянии. Но Джемс идет еще далее. Он говорит многие лица нашли вполне доказанным что в некоторых случаях одержание действительно идет от заявляющего из себя духа отшедшего. Случай с Лоренци Веном представляет пожалуй высшую степень какую только можно найти подобного современного одержания. Несколько позднее Джемс напечатал сокращенное издание своих основ психологии под заглавием Textbooks of Psychology. Это последнее только что появилось в русском переводе под следующим заглавием Уильям Джемс профессор Гарвардского университета психология перевод с английского лапшина с приложением статьи переводчика философское значение психологических воззрений Джемса. В этом издании Джемс нашел нужным повторить некоторыми сокращениями все существенное сказано им о медиумизме страница 165 приводим это место и в медиумизме наступление исчезновения вторичного состояния совершается довольно внезапно это состояние бывает обыкновенно непродолжительным от нескольких минут до нескольких часов если вторичное состояние выразилось в достаточно сильной степени то прияв нормальное состояние пациент совершенно утрачивает всякое воспоминание происходившим во время транса испытываемый субъект в течение вторичного состояния говорит пишет или действует как будто он был одушевлен посторонней личностью и часто называет себя иным лицом и рассказывает его историю это чуждое влияющее начало в старину называлось обыкновенно демон и называется так и теперь в некоторых религиозных сектах придерживающихся этого верования обыкновенно оно выдает себя за духа некоего умершего лица известного или неизвестного присутствующим и в таких случаях пациент является так называемым медиумом медиумическое состояние во всех его степенях представляет по-видимому особый вполне естественный вид изменения личности и в некоторых формах восприемчивость к нему составляет далеко не исключительное явление у лиц не представляющих в других отношениях никаких бросающихся в глаза аномалий явление это очень сложно и его лишь недавно начали изучать строго научным образом слабейшую степень медиумического состояния представляет автоматическое письмо слабейшим проявлением последнего являются те случаи когда субъект сознает те слова которые пишет но чувствует какой-то внешний импульс принуждающий его писать далее следует бессознательное письмо производимое даже во время чтения или разговора к низшим фазам медиумизма относятся также речь и игра на музыкальных инструментах под наитием здесь также нормальные личности субъекта сознательно принимают участие в ряде действий хотя их инициатива исходит как будто откуда-то со стороны в высшей фазе наступает полный транс видоизменяется в медиуме голос характер речи и так далее и при пробуждении не сохраняется о минувшем трансе никаких воспоминаний до наступления нового транса характерным свойством речи произносимых медиумами в трансе является их общее сходство у различных индивидов у нас в Америке одержание обнаруживается особенно часто в виде курьезной болтливой личности говорящей на своеобразном жаргоне в виде индейца которая называет дам скво мужчин броус дом виглом и так далее иногда попадается личность интеллигентной более высокого полета тогда ее речь переполнена туманным водянистым философствованием оптимистического пошиба в котором на каждом шагу встречаются фразы о духе гармонии красоте законе прогрессе развитии и так далее несмотря на разнообразные характеры медиумов добрая половина речей произносимых в трансе до того стереотипно что кажется будто все они принадлежат одному автору медиумический транс вначале неотличим от действий гипнотического внушения испытуемый субъект входит в роль медиума просто потому что присутствие ожидает от него действия соответствующих данной обстановке наклонность производить эти действия он вызывает в себе с большей или меньшей быстротой соответственно своей впечатлительности странно только то обстоятельство что лица незнакомые со спиритическими традициями в состоянии транса производят то же самое говорят от имени умерших переживают эмоции своих предсмертных агоний сообщают сведения о своей счастливой жизни в стране вечного лета изобличают недостатки у лиц участвующих в сеансе я не имею никакой теории которую мог бы дать для объяснения многих фактов виденных собственными глазами тем не менее я убежден на основании многочисленных наблюдений над одним медиумом в состоянии транса что контроль может быть совершенно не похожим на нормальную личность субъекта могу указать на один случай где духом был некий французский доктор который как я убедился знал всевозможные обстоятельства а также живых и умерших родных и знакомых бесчисленного множества участников сеансов которых женщина медиум никогда не встречала прежде и не знала даже по имени субтитры и не знала субтитры